здравствуйте посмотрите вот на эту бумажку посмотрите как вы думаете что это такое мы несколько фильмов уже делали об этом давайте я еще раз повторю еще раз спрошу что это за бумажка что это за циферки что это за каракули это договор займа это признано судом краснодарским судом вы наверно спросите у меня подождите подождите как договор выглядит по-другому там должны быть реквизиты какие-то обязанности сторон там должны быть росписи нормальная там все это должно быть как эта бумажка может быть договором а вот так оказывается что с помощью определенных судей краснодарского края вот такая бумажка может стать договорами это признан договором займа которого не было на самом деле и человек выплачивает сумму несколько миллионов потому что он якобы двенадцатом году еще взял какие-то деньги человек этот юрий иванович туров ветеран мвд была у него подруга знакомая лаврентьева галина лазаревна которая однажды пришла и сказала что он вот этот человек взял у меня деньги она пришла с этой бумажкой суд первый суд и отказал а второй суд краснодарский краевой суд и это было в пятнадцатом году еще и тогда административный состав краснодарского суда которым руководила на тот момент елена хахалева та самая золотая судья которая сейчас то ли в армении то ли в грузии где-то в бегах у которой даже вроде диплома не было юридического ее состав той судей которые подчинялись ей признали что это бумажка договор займа эти отношения что я вроде бы как у нее брал деньги в долг придуманы лаврентьевой изначально это бред и ее желание и что те судебные акты которые были вынесены судьями из коллегии по административным делам нарушения подсудности являются противосудными судебными актами елена хахалева была в этом заинтересована вот видите поведку которую получил туров за подписью самой хахалевой и как говорят знающие люди кто знал елену хахалеву которые называли уважительно ее тетя лена вот просто так в суде она ничего не делала и это еще не все потом суд верховный суд решил что нет подождите окститесь это никакой не договор займа это не может быть договором займа и отправил дело обратно и потом опять состав административный состав который которому руководила хахалева опять заново практически принимает то же самое решение что это является договором это шестнадцатый год из тех времен ветеран мвд юрий иванович туров ходит по судам доказывая вроде бы очевидную вещь что вот эта бумажка это не договор мы отправили несколько запросов запрос отправили во всероссийскую квалификационную коллегию судей краснодарскую квалификационную коллегии судей в верховный суд чтобы обратили на это внимание потому что это явная противоречия если верховный суд говорит что это не может быть никаким договором а у определенных судей подчиненных хахалевой на тот момент краснодарского суда другое мнение по этому дело противоположное абсолютно что мы имеем в очередной раз опять краснодарское правосудие плюет на позицию верховного суда вот каждый раз из года в год даже скажем честно с десятилетия в десятилетие краснодарское правосудие занимается тем что пытается принять судебный акт очередной в не который пропустит и не заметит верховный суд вот знаете так хочется сказать какая-то игра с совестью игра жмурки самим собой центральный суд города сочи рассматривал от 23-24 годах заново рассматриваю уже в какой раз вот эту бумажку это было снова причиной судебного разбирательства иск подал уже туров юрий иванович о том что договора вообще не было заключено никакого договора не было и эта бумажка никак не может иметь силу договора займа и в результате несколько заседаний прошло ни одного ходатайства практически принято не было доводы юрия ивановича турова его защита не было вообще принято практически и судья куц судья центрального районного суда города сочи признала снова признала эту бумажку договором займа ходе рассмотрения дела принимались попытки приобщить многочисленные доказательства которые подтверждали бы факт на заключенности договора займа с лаврентьево галины лазаревной частности заключение экспертов проведенные в рамках доследственных проверок по заявлениям юрия ивановича иных материалов доследственных проверок тем не менее центральный район суд сочи отказал при общении всех представленных юрием ивановичем документ в краснодарском суде в конце месяца будет апелляция по этому делу и я очень надеюсь что тут не будет противоречия с решением верховного суда куда мы отправили несколько запросов чтобы как-то в этом деле разобрались с москвой потому что мне кажется там на местном уровне вот эта вот бумажка она так и останется договор и человек который больше десяти лет ходит по кругам вот этим юридическим кругом ада уже наверху каком четвертый или пятый по счету и не может добиться решения суда вроде бы очевидно что вот эта бумажка эта бумажка что это никакой не договор действительно филькины грамоты они неким документом распиской подтверждающей передачу денежных средств но тут нужно проконтролировать чтобы потом нежестоящие суды приняли решение все-таки с точным указанием как сказал верховный суд а он не появился у них соблазна намерение желания снова вынести незаконное необоснованное и несправедливое решение в этом деле столько нарушений столько странных вещей что я даже не могу это объяснить никак кроме коррупционной составляющей там столько должно быть уголовных дел уже во вокруг вот этой бумажки столько там нарушений но нет ни одного ни одного уголовного дела когда лаврентьева писала заявление на турова еще 10 лет назад что он якобы взял у нее 17 миллионов и не отдал это 159 статья мошенничество и отказали а потом вы историю знаете она с этим отказником пошла в суд иск удовлетворили так вот когда шла проверка доследственная по поводу этого заявления заявление лаврентьевой следователь дознаватель написал что в этом заявлении есть признаки оговора причем преднамеренного это статья 306 уголовная статья и опять ничего и опять ход делу не дали отказной кому-то очень нужна лаврентьева галина лазаревна кто-то ее вот оберегает это очень и очень вызывает вопрос всегда что крайне редко следователи следователи вообще такой усматривают и вот если даже усмотрев это орган дознания полиция получив материал от следователя за словами что здесь явно есть признаки заведомо ложный донос и вдруг все молчат как обычно так хочешь сказать либо невежество то есть просто вопиющая некомпетентность что действительно чем славится краснодарский край либо коррупционная составляющая чем еще больше славится краснодарский край причем экспертиза которая проводила точно не может сказать че чья это роспись да даже мне даже если бы она могла точно сказать да как эту бумажку вообще можно признать хоть каким-то договором были проведены судебные экспертизы по-черковически в частности двумя судебными экспертизами а именно заключением эксперта номер 2529 дробь 04 дефис 5 дробь 1.1 а 20 ноября 2015 года установлено что не представилось возможным определить туровым юрий ивановичем или иным лицом выполнены подписи на представленном фрагменте листа бумаги аналогичные выводы в дальнейшем также в рамках проведенной доследственной проверки были сделаны и заключением эксперта фбу краснодарская лсэ миндюстер россии по материалу проверки от 2 сентября 2015 года то это такое какой-то договор займа как он может быть договором займа как он вообще может быть хоть каким-то юридическим документом да никак это было бы смешно если бы не было бы грустно потому что выходит что любой может прийти с бумажкой к знакомому судье и сказать ты знаешь вот я тут кое-что написал это мое творчество там еще друзей попросил а можешь признать эту бумажку договором займа что якобы вот кто-то мой сосед или друг занял у меня большую сумму денег и пусть он мне по суду отдает именем российской федерации самое главное все по закону это такой грабеж по закону именем российской федерации выходит так с помощью судебной системы можно вот такое сделать можно бумажку какую-то непонятно признать договором займа не хочу говорить про всех судей не хочу конечно же хочется верить очень хочется нужно верить что есть честные судьи которые но вот до такого абсурда не скатятся которые вот такого не сделают но есть и другие и хахалева елена владимирова как символ этой коррупции краснодарской золотая судья вот этот свадьба несколько миллионов который стоит сейчас она не судья сейчас она где-то в бегах но остатки этой системы они живут до сих пор посмотрим что нам ответят из верховного суда посмотрим что ответят из высшей квалификационные коллегии судей как этот спор разрешит краснодарский краевой суд и конечно же это не последнее наше видео касательно краснодара краснодарского суда и вообще что творится в краснодаре очень такой неспокойный в коррупционном плане регион и там еще дел как говорится непочатый край поэтому не последняя наша программа и о суде и вообще краснодарском крае пока что до свидания и 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